Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представниками громадскости. Беларусскими и замежными журналистами. Телерадио компания Гомель начинает новый проект. Цикл видеоматериалов, присвеченных 100 годю с дня заснования беларусской милиции. У Гомеля подвели выники четвертого областного конкурса сирот навученцев и работников установ профессийно-технической и средней специальной эдукации спадшина. Оранжевые взрывы небезпеки обвешаны сегодня на Гомельщине. На порядок днём ночи на большей части территории в области прошел мощный снег. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представниками громадскости, беларусских и замежных СМИ. Мероприемство прошло в поширенном формате под огульной назвой «Великая размова с президентом». На встречу запросили так само шматликих экспертов у разных сферах экономики. Своими меркованиями об закранутых у размове темах с нашими корреспондентами поделились представники громадской навуки и вытворшасти. «Великая размова с президентом починается с пытанью, якие керавнику державы задают не непосредные, а удельники диалогу о жихарах разных городах Беларуси. Пытания самые разные. От подтримки фермерских господарок до працевладкования молодых специалистов. И еще одно, якое цекает у всех жихаров Беларуси – рост зарплат и повеличение пенсии. Александр Лукашенко бачить только одну реальную махчимость. Александр Лукашенко – пиракананы. Середняя зарплата – 500 долларов. Гэта той минимум, які держава павінна да памахчы чалавеку отрымаць. Але гэта не значыць, што на месяцах не павінны мкнуцца зарабіцца мастойна. Керавник державы нагадывая, мы живем у рыночной экономіцы, але у нас вельми шмат льготнікаў. Сёння значная частка айчынныя продукцыі мае вельми высокі сабе кошт, што не дазваляе выплочваць значныя зарплаты. Бадай самая рациональная высті – пераход на выпуск инновацийныя продукцыі з высокой добавленной вартостю. Але пакуль такі подыход назірається далеко не на усіх предприємствах. І тому єсть причини. Очень правильно затронут был вопрос, вот относительно чого. Что сегодня мы действительно имеем довольно много льгот. І очень многие рассчитывают на їх получение. І опыт других стран, он зачастую говорить о том, що при такому подході і суб'ект хозяйства, і регіон, допустим, котрому предоставляється льгот, і он несколько демонстрирує такі іждивенческі настроення. Тобто, якщо я не змогу, значить мені окажуть підтрючку. Все рівно, хтось розвивається лучше, хтось хуже. Цель государства, в общем-то, щоб діфференція була мінімальна, тому підтрючка вона буде обеспечена. І в цих условіх действительно важен дуже такий адресний підход к предоставленню льгот действительно тем, которые в этом нуждаються, і которые действительно могут обеспечить внедрение інноваций, которые не являются новыми, допустим, для данного предприятия, а действительно являются новыми для рынка. Большая частка питань у пачас великой размовы с президентом тучилася економічного блоку. Модернізація витворчості і нові ринкі – сьогодні гэта пріоритетнія накерунки для беларускіх предприємствів. Тим більш, що становчі приклади Йості їх немало. Теред партнёров акціонерного товариства «Спартак» більше як 25 країн світу – ад Монголії до злучених штатов Америки. В прошедшем году мы отгрузили в Китайскую Народну Республіку примерно на 500 тисяч доларів. То есть, можна сказати, що це открытый ринок, который мы нашли. Целый год мы вели переговоры по контракту и мы его подписали. И отгрузка андруцька осуществляли порядка 135 тонн. Мы подписали контракты с Ливаном, с Вьетнамом и осуществлены до первой поставки туда пробные. Если говорить уже про этот год 2017, то уже буквально за этот месяц, который прошел, у нас подписан новый контракт с Ираном. Олег Сентюроу, Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». Протягиваем выпуск. Выники социально-экономичного развития «Гомель» за минулые планы на гэты год обмерковали на посядженні гарвы «Канкама». Сямі основных метовых показчиков летось выкананы шесть. Сярод их экспорт товаров і послуг промы за межные инвестиции, показчик по энергозбереженні, а так само працалатковання грамадзян за кошт створення новых предприємств і вытворчастяў. Дарэча, пошні был перевыкананый усяго за три першые кварталы. За гэты термін створанамаль 2800 новых працовных местцов. У выніку узровень безпрацові на пачатак 2017 года склаў 1%, прытым, што прагнозная ліжба була ў два разы большай. Годны пакашыкі празвіці приватной ініціатывы. Летось ў «Гомель» з'явілася 407 новых предприємствов. Яны створаліся практышна ва ўсіх сферах, али шастей за ўсёў галіне айті і транспортных піравозак. Гэта адзін з лепшых пакашыкав саратабласных центраў. Али ёсць резервы і для далейшого росту. Дярікі, я надзею, складаюць на створаны ў минулым годзі инкубатор малого прадпрымальництва. Яшы адзін з пакашыкав номінальнае наличанная сараднемесячная заработная плата. Яна склала крыху більше, чак шасот восемьдесят девять рублёв. Работы над повышэнням помера заработной платы будзе адным з галовных прайоритетов ў гэтым годзе. Перед городом стоят ещё задачи, решэння которых необходимы и в текущем году. Это, прежде всего, сокращение издержек производства, рост экспорта. И, конечно, задача, которая поставлена перед нами руководством страны, рост благосостояния населения. И именно эти задачи мы будем ставить в качестве прайоритетных на 2017 год. Сёня на Гомишине обвешаны оранжеву зровень небеспеки. Напереда днём нашына большая часть с территорией в области прайшёл моцный снег. Такие несприяльные умовы на дворе ускладнили дорожную обстановку. Подразделения Держа-Аутоинспекции переведены на узмоцненный вариант неосенней службы. И они ожитивляют постоянный мониторинг за станом дорог и перемешением автомашин. Кабачисти дорожное полотно и опрацевать ягосу против гололёдными сумесями была выведена специальная техника жилево-коммунальной господарки и инших службов. Улиживающие несприяльные умовы на дворе супрацовники Держа-Аутоинспекции нагадывают водителям и пешеходам быть особливо уважливыми и пильными на дорогах. Хотелось бы напомнить водителям о том, что в связи с ухудшением дорожных и метеорологических условий согласно правил дорожного движения пункта правил ПДД-87 водители обязаны соблюдать безопасную скорость для движения, которая в случае возникновения препятствий или опасности позволит им остановиться. Пешеходам хотелось бы тоже напомнить, что при переходе проезжей части в связи с тем, что проезжая часть скользкая о транспортных средствах и лиц, которые ими управляют, возможности остановиться внезапно просто нет. Поэтому еще раз напоминаем, что были эти участники бдительны, аккуратны при пересечении проезжих частей. По информации областного гидрометцентра, заутро на Гомельшине будет безыстотных опадков. Температура поветра в день прогнозуется от минус 1 до минус 6. А у понятделок похолодая. 6 лютого температура на протягу суток в складе от 8 до 13 градусов ниже и за 0. Дискомфорту додаст ветер. В день максимумы порывы до 14 метров за секунду. По попередних прогнозах наступный тыдень будет морозным. Максимум понижение температуры поветра до минус 18 градусов у день и минус 20 у ночи. Телерадоя компания Гомель с сегодняшнего дня починает новый проект. Цикл видеоматериалов, присвеченных 100 годов с дня заснования белорусской милиции. У центра уваги история становления гомельского подразделения внутренних справ, подвиги и заслуги офицеров, наибольшезначные падеи и гучные криминальные справы. Об тем, как створалась гомельская милиция, с якими тяжкостями и выкликами сустрелись на початку 20-го ста годя першые офицеры гэтага подразделения. Наш наступный материал. 1919 год. Час становления советской улады разом с тым разгулы Украине подпольных узброенных сил и бандформирования. Максимум не было б на сторонках истории створения гомельской милиции героичного подвигу, кали б не одна значная падея. Анты урадовы мятеж под керовнистом Младимира Старкопытова, былого царского офицера, загадчика господарки 68-го батальона червонной армии. И он по сутности скорыстався бунтом червонной армейцев. Их не жаданим истин на фронт и неудалым выступлением 68-го полка супрацсил Симона Пятлюры. После чего выник у близкучей промовы перед дезертырами. Стал лидером мятежников. З некольких батальонов Старкопытовым был сформированный один и полк, при патрымце якого на часы территории сучасной гомельщины лидеры паустанцев хотели обвестить створение Русской Народной Республики. Он заявил солдатам, говорит, двигаться в Россию нельзя. Троцкина за уход с фронта и побег, ну, оставление позиции, говорит, не помилует. Поэтому давайте устроим здесь, вовлечем, ну, скажем так, небольшую революцию, вовлечем в нее как можно больше народа, а потом будем предъявлять свои условия. Значит, чисто из этих соображений, я думаю, они и устроили этот, ну, скажем так, захват города. Супростоять мятежникам довелось московскому отраду всероссийской надзвучайной комиссии по артактыву интернациональной роте и першим отрадам гомельской милиции. Паустанцы захопили чегоночный вузел, городской турму выпустили на волю осудженных, взяли под контроль «Телеграф». Долгий час им удавалось дезинформовать советскую ладу лживыми поведомлениями. Основные шпадеи, связанные с обороны и гомель, развернулись в гостинице «Совой», теперь это будинок старого универмага. Узначали в группу оборонцев Ипполит Вайцехович. Так в обороне гостиницы «Совой», кроме Вайцеховича, принимали участие многие другие милиционеры. Один из них, Колбовский, оставил следующие воспоминания, из которых наиболее запомнили строки. Когда банда ворвалась с «Совой», и пулемет уже очутился в их руках, я решил живым не сдаваться. Ну, милиционер выжил в круговерте гражданской войны, а вот один из первых начальников гомельской уездной милиции Вайцехович погиб. Увы, неку солдаты строкопытого узяли над коммунарами верх. Пообяцавшись заховать оборонцам жить, темятежники промусили их покинуть гостиницу. Однако не стремали слова. Частку офицеров расстреляли одразу. Остатних кинули за краты и покарали позднее. Впоследствии все члены ревкома, это Орбах, Белецки, Ланге, Камисаров, были убиты, причем зверски. И вот в честь этих, так сказать, героев революции были названы улицы города Гомеля. У своих руках строкопытого цитрымали Гомелюся год-тры дни. 27-го саковика 1919-го года помеж бригадой мятежников начали бои за областный центр. Повстанцы отступили с початку у Рэджицу, а потом были с больших ликвидованы. Выжившие мятежники долучились до отрада у Пятлюры. Подвиг коммунара назовжды трапил на сторонке истории Гомельской милиции, якая по сутности и як особное подразделение сформировалось в раздвадцать дён после этих падей. 18-го красавика 1919-го года. Александр Гамоля, Максим Савин, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания Гомель. Была выхованница областного палаца творчости дядь сей молодзи Михаил Вага сустрелся с наведовальниками установы. Молодый человек вядомый, як вынаходник кистевого тренажера зарадки для мобильных телефонов. С кожным днём гэта прылада завоевывая усё большую популярность в интернете. Гомельчанин самостоянно написав программное забеспечение и собрал зарадку. Уёй механичная энергия перепрацовывается у электричную. Принцип простый, однако до этого никто не спробовал увасобить идею в житё. Михаил опубликовал проект на краудфандинговой пляцовце и собрал на реализацию идеи 90 тысяч евро. Зараз вынаходник плануя наладить вытворчость в Беларуси. А по культу сустрелся со школьниками, программистами и выкладчиками Гомельского палаца творчости, как поделиться незвычайным опытом. Идея пришла от проблемы. У меня каждый день разряжается мобильный телефон. Хенденеджи работает так, что вы даёте первоначальное вращение ему и потом, когда ротор запускается в нём, вы поддерживаете вращение в вашей кисти. Вот. И когда вы вращаете кистью, тогда вы ингенерируете энергию. Предложение есть на сотрудничество в Китае, Германии, Беларусь то же самое. Но мы-то нацелены производить в Беларуси встречи. Ну, во-первых, это хорошо, когда в окружении вас люди такие же, как и вы сами, и которые стремятся к чему-то лучшему. Ну, я дам на путь, это совет, то есть я разложу всё по полочкам именно и мотивационные какие-то штучки расскажу и как двигаться дальше, что не надо ничего бояться, делать и не остановляться. Ухомили подвели выники четвертых областного конкурсу сярод наученцев и работников установ профессийно-техничный и середний специальной эдукации спадшина. Выбор профессии – одно из самых важных решений у жизни человека. Селит областный конкурс спадшина был накерован не только на патриотичное выхование молоди, а и популяризацию профессийной эдукации. Сярод конкурсантов, будучи повары, цирульники, наставники, музыканты, будовники и представники инших профессий. Чтобы не только рассказать, а и показать особенности своей профессии, удельники конкурсу подрихтовали тематичную выставу, а на концерте глядочам представили лепшие конкурсные номары. Вызначить пероможца членам журы было довольно непросто, а селита на конкурс поступило больше за 250 работ с 54 установ эдукации Гомельской области. Сярод пероможца в 5 номинациях Лоевский педагогичный колледж, Решевский аграрный колледж, Рогачевский профессийно-техничный колледж Будовников, Гомельский профессийно-технологичный и Прыборский аграрно-техничный лицей. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры спортивный огляд с новинами спорта вас познайомить Максим Савин. Заставайтесь на канале Беларусь Чатыры Гомель